Доклад 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 Ростоке, площадью 320 квадратных метров. В 2009 году этот участок города получил статус выявленного геоподкультурного наследия под названием «Сеныши» 12-15 веков, по сути объединившим в себе территорию довоенных трорцов и госпитальских слотов, последний из которых сохранилась в городе Ипаны. За последние 15 лет с ростом строительных хозяйственной активности в современных административных границах города, в особенности малоэтажной индивидуальной жилой застройки, на территории этого объекта культурного наследия проведем цивориат социальных архиологических исследований, которые дали важные с научной точки зрения результаты, позволяющие в частности утверждать, что начиная с XIII века участки тяготеющих древних путей, связывающих Новгород, Словом и Русской, локализация которого приблизительно совпадает с красно-современной трорцовой улицей, являлись частью Средневекового Новгорода. То есть, то, что сейчас про реку Конституции называют «Сисевич», но приблизительно к Средневековью, это не совсем так. Мы можем, с такой настоящей предыдущей, что это город. Значит, импульсом к активному заселению новых территорий могли бы служить благоприятные демографические и экономические факторы. Этот процесс у нас навеки характерен для нового медицинга. Беррайонный осенний год, в 1930-1931 году, привел к серьезному запустению участков. С 14 лет здесь начинает формироваться новая структура застройки, меняется социальный состав населения, а с появлением городских организмов креплений начинает формироваться пригородная свобода. Вернулся к Роскопу, Роскоп Алексеевский 2, площадь 256 квадратных метров, расположилась в 120 метров при высоте от Белой и Белосеевской башни, которые расположены в новом окольном городе. Мы обыскуем описание всех пластований культурных проскопов. Все с фактиографией остановимся на нижнем горизонте культурных пластований, который был подставлен на нагородном зерно-коричневом слое сортамика, мощность которого увеличивалась с юга на север, составила в востоке от 30 до 40 сантиметров. Пробежалась она, точнее увеличивалась она вместе с пронежением, приобрели в направлении Роскопа, ручья Осоковец. В пятно располно частично попали на территории трех средневеков салий. Мы выражены двумя категориями умерения Чистакова, практически с направляющимися направлениями Сторон Света. И самая большая усадьба Восточная, площадь Европы Восточной, составила полососедистского рапплитов. Также в прошлом слое небольшими участками попали северо-западные северо-восточные усадьбы, соответственно, с площадью 22 и сроки Урага. Остатки и остатки в истории зафиксированы в основном в северной части Восточной усадьбы, что обусловлено наибольшей починальной аэробной слое с этой части Восточной. С дырёвиной толстой конструкции обнаруженных на аэробные слои удалось взять ряд достов. В дентраконологическое датирование было произведено ОГЭ Дмитар-Валь, на Центре Крышки, к исследованию власти, в лунде заповедника. На основании сети в дентраконологическое датирование было выделено 2 яруса застройки. К первому не можно отнести большой... Соржение первого яруса, выявлено в основном на уровне 214 на границе с северной аэробной слои, но этот факт отслойный путь сохранность дерева и позволил отобрать лишь два посадка для дентраконологического датирования. Учитывая электровая возродность и фрагментарные составы сооружения, высота вероятность того, что построили ярусы были частично разобранными. В западной части восточного сайта выявлены фрагменты сооружения, получивших ману 8. Это остатки большого пятистенного слоуа, практически все деревянные элементы которого сохранились в детях. Внешний слоу не сохранился, они демонстрируются по подкладкам, но площадь её составляла около 70 квадратных метров. В северную часть угла в лучшую распопрованность не попала. В западную часть основного герой слоу запиксировали разворот камень, в чрезмерном сооружении на 30 квадратных метров, с наиброй хорошо сохранившегося нижнего лица внутренней пятой стены. Был взят спил, который был заселён в 1160 квадратных метров, и щедрый спил, взят с подкладки этой стены и идентирул в 1120 квадратных метров. Скорее всего, он был использован в корречии. Левоз-2, по нему уверенно можно отнести только сооружение небольшого, расположенного северо-восточного гуглоскопа, который представлялся веса отнимаемого прямого гуглоскопа размером около 14 квадратных метров. Постройки сохраняли снижение лица стен, кроме северной, которая не попала в лучшую споку, и на стилковом, в котором лежит часть стены прослежно-перевозно. Все элементы постройки, кроме гуглоскопа, сохранялись в виде тела. В западную часть стены частично воздушных конструкций поздней фундаментной подкладки, однако задуманная стена стала не потревоженной. По гуглоскопу и гуглоскопу на бальзину были зафиксированы короткие облупые племя, служившие подкладами. Эти подкладки проходятся на предмоте реке. Сбирали мы ниже гуглоскопа на стене с одной из подкладок. Также удалось получить демпродатную руку, ассоциированную в 1024 году. На границе с демпателеком в лодорогах были зафиксированы значительное количество фрагментов деревянных конструкций, среди которых неоднократно были встречены детали и бытовые предметы, которые говорят, скорее всего, по количественному использованию этих элементов. Несколько образцов примесивных также удалось датировать и даты исполняться в интервале с 621-го и 1226-го года с фактической одновременно постройки на муссель. Небольшой упаковок предыдущих слов. Вероятно, в данном случае мы имеем дело в обществе с разогнанными сражениями второго вируса, а обществе сдаётся на побытов, которая была произведена с целью нивилированной территории, перезастройка, так как под застройкой были выделены в материке хозяйственные ямы и следы от пледня, которые, собственно, рефератесно следственным промышленным освоениям участков. Вщевая коллекция с территорией послуженную стадию начислили почти 200 предметов, именно послуженную стадию, с длинного слоя, рядом с которым говорят о рядовом составе владельцев усай. В числе находок стерилистической коррекции из 12 тонн и низовой печати, элементы для взвешивания, то есть фрагменты весов, или гибких, предмет личного благочестия, среди которых круглые иконки с изображением святого горбия, различные кресты, престарительные пререзы и пропионы, среди которых есть предметы с выручными перевороточными манями, различные украшения, предметы стекла, вороноколейные такие вот открытые сосуды, бусы. В северной части Восточного Царя найдено несколько фрагментов стеклянных слипов, на одном из которых даже в результате поверхности подключат просто небольшая красно-корречная ракторка с примесью песка, видимо, формовка горящей стеклянной массой на горизонтальной поверхности. Предмет вооружения, снаряжение коннексации, в том числе с аргументацией на она скорее мимо пряснится в точке хороших хронологических декабров. А отдельной категорией находок, на которые стоит остановить внимание, являются накопки анаэронно-культурных слой фрагментов клинфа, которых было найдено в этом производстве более трехсот фрагментов. Целых форм не было. вы видите на слайде распределение находок, которые были взяты в коллекцию, их 96, однако, если говорить о всех перстах, они примерно также распределяются по территории Ростока. Наибольшая концепция находа приходится на границу восточной и северо-салки на Ростоке и на северо-восточном Ростоке где располагался самый большой слой, который, возможно, чуть позже был связан с этой плинфой. Целых форм плинфы нет. Четыре фрагмента сохранены на размер шуми на получение и счет 92 измеряются только по получению. При этом многие всегда сохранили локовые поведенности. На плинфе не было выявлено следов распора. Часть фрагментов будет переживания дефрагментами. Полщина плитки колеблется на втором до первых пяти сантиметров, однако большая часть измеренных фрагментов находится на втором до четырех с половиной сантиметров. Шлина плитки составляет от 19 до 20 сантиметров. Помога хроничный признак на всем тактоке имеют черты характерны для мировозгарии первого рима 19 веке. Помога которая при помощи мировозгарии телевянных рамов без дна и носит характерный неподобный техник следы. На нижней постели зафиксированы отпечатки в виде мелкого песка на котором происходила формовка. На торцах присутствуют вертикальные следы от снятия формы с сердца. Польцов не под формы со стороны нижней постели. Иногда зафиксированы следы подрезки этих пальцов. Следы слезания излишка теста на верхней постели и также при полности на верхней постели вбой торцов. Монета на верхней постели зафиксированы следами дождя. Лимфим со следами дождя. Фактура и цвет теста достаточно вариативно. Присутствуют фрагменты как с плотным тесным красным цветом с острыми коленными на сломе и пустотами возле воздуха так как фрагменты с тонной силой сердцевиной разной плотности фрагменты с достаточно толстым тестом оранжевого цвета и то ли половыми корями места в сломке в центре фрагменты на плитве не было выполнено следов раствора часть фрагментов и режиме деформированы очевидно где-то сопредельная территория возможно даже серые участки рассматриваем восточном саде либо непосредственной бизнесе этой усадьбы осуществлялось производство этой плитки часть материала они отправлены на объект строительства в первую очередь в рак остались на месте производства и были использованы в разрезных нужных например в качестве подсыпок на усадьбе повторюсь я нескольчено что когда она построена стен вот эта небольшая разрезная на которой открыта северно-восточной части могла быть складом готовой продукции почему также единичные находки битвы были открыты на Алексейского острова который располагался северным в пойме Куча Соколиц и на острове на улице оборонных планах в столовочной Патрухожинской Троицкой улице и поставим вопрос для какой же постройки собственно назначались обнаруженные в Ростоке фрагменты битвы если мы вернемся к таблице серии то получим интервалы 1120 до 1142 года и основной пример высокой темы первых и двадцатых годов церкви 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 расположены на противорожном берегу Волхова на церковь церковь Иоанна на 1227 и церковь Успения на 1235 года расстояние по воде до этих храмов составляет чуть более 1 км церковь и церковь и церковь путь первозначен выше храма поэтому выставка высоким способом будет вполне удобно и подобно оба указанных храма исследовались в 2023 году под руководством Игорь Владимировича Антикова Игорь Алексеев Владимирович Журовой в ходе комплекса реставрации объектов Вирославного дворечия материалы расположены в стадии обработки которые ознакомились с частью материала предварительно мы сделали заключение что мысли вполне имеют право на жизнь однако мы пока очень предварительны и дальнейшая работа с коллекциями обоих сельского расхода позволит сделать данные и обоснованное заключение и заканчивая этот год также хочу отметить что у нас появилась возможность локализовать достаточно в широких границах место производства и инфра на сегодняшний день нам неизвестны производственные комплексы на территории Средневекового Новгорода единственная печь доброизводства плитки была открыта Киевая церковь Богоречья Новгородище во время москопа 1907-1908 года под руководством объявлений которая очень массовая синхронная храма и учитывая что рассматривал участок городской территории по сей день представляет из себя многоэтажную застройку послевоятного времени на фундамент с ней очень пока развита сеть подчиненных коммуникаций что хорошо сказывается в сохранности культурного слоя поэтому у нас остается надежда что в будущем для дальнейших исследований мы возможно откроем сам производственный комплекс который связан с нахлопным описанным документом можно менять потому что это спасибо большое за спасибо 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 вам с позитивом и мне кажется что нам необходимы такие исследования Витя Владимирович, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, сколько таких центров производственных должно было быть с каждым периодом времени? К каждому строительству? Каждому строительству нужно соответствовать какой-либо производственным центрам, потому что объем производства достаточно большой, она на печь вытащила, она работала в каком-то интервале 1-2 десятилетия, все же она приходила в внеегодность, что показывает исследование на печь, которая была открыта на городище. Мне кажется, на пять, что это не архитектурная работа. Я думаю, что депутат, но больше обращен к коллегам и специалистам, которые будут в этой коллекции в работу, и дальше последующие вклады будут уже в истории профессиональных. Да, я совершенно согласна с вами, что очень важно еще поставить вопрос. И этот вопрос, ну вот мы сейчас очень активно занимаемся студенческими работами, и понятно, что это мы студенческие, мы уже вводим эту работу, но как какой-то этап, небольшой этап, нужно выдавать и старшековственникам, которые, в принципе, уже вполне готовы решать какие-то локальные задачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.